Так, девочки, посмотрите, какие у меня сегодня прекрасные котлетки, свиные индюшачьи на пару с кабачком, с луком, с петрушечкой. И вот я сверху посыпала паприкой и немножко прованскими травами для красоты. Это будет волшебно. У меня вот такое вот яркое пюре, чистое пюре из тыквы, которое было сварено. Вчера вечером тоже в моей проварке. Я её просто размяла вилочкой, лопаточкой, всё размешала с мускатным орехом и с имбирем сухим. Девчонки, ну смотрите, какая у меня тарелка офигенная. Это у меня тыковка, которую вчера разбирала в духовке с приправами. Это просто чистое пюре из тыквы на пару, помидорки наши из согорода. И это вот я сейчас делала котлетки. Вкусно. Вкусно, череп? Вкусно, вкусно. Вкусно, вкусно. Так, мои хорошие, мы отобедали. Посмотрите, какая у нас сегодня погода. Боже мой, птицы поют. Вот такая теплая, я не знаю, ну градусов, наверное, около 18-19. Но я сижу, во всяком случае, вот без рукавов. И, слышите, птички поют. Наконец-то. А то их вообще не было. Они куда-то улетали, видно, в прохладные страны из нашей жары. И надо начинать им... У нас висят шарики для них. Вот, покажу вам, послушайте. Вот я закончила курс в месяц, но я чуть-чуть растянула. Несколько таблеток я не выпивала. Это такой, знаете, рутасиундо. Это вот как отвод жидкости из организма. Ну, такое, чтобы... У кого вот отечность вот эти все. Вот у меня после лета такие отечности были на ногах. И всё. Вот просто в аптеке купила. Мне кажется, я вам как-то показывала. Там две коробки было за 16 евро. Здесь состав такой хороший. Здесь есть какой-то натуральный кофеин. Смотрите, видите, зёрнышко. Потом экстракт зелёного чая. Экстракт вот этих вот палочек, хвостиков от вишни. Дальше. Вот это вот... Как её называется? Который жёлтеньким цветёт. Матемачиха? Нет? Ну, одуванчик, который вот этот. Писанли. Дальше. Аспержа. Аспержа это аспержа. По-русски. Не знаю. Аспержа. Так, потом какой-то вот ортощипфон. Это тоже какая-то травка, которая снимает отёки мочегонные. Рена-дупре. И френа. Короче, вот эти все травы, которые вот... Ну, продают их по отдельности тоже. Которые именно их продают там и для похудения, для отвода жидкости. Всё такое. Вот они все тут вот были в одном пакете. Вы знаете, оно неплохо вначале работало. Потом уже, конечно, стало меньше работать. Вот. Ну, я их допила. Сегодня мне вот... Я была когда у гинеколога. Вот этот люзадель. Но это... Это витамин D3. Она мне его приписала. Я говорю, а зачем? Вы же не видели моего анализа крови. Она говорит, ну, в вашем возрасте уже всё... Это всё нужно. Это я говорю, я какие-то там принимаю. Она говорит, это вы будете принимать одно в месяц. В течение года. Потом вы попросите, вам опять женералист это выпишет. Женералист это терапевт участковый. Вот. Вот такая вот одна капсулка была. Здесь вон 266 этих... Не знаю, у меня сегодня в моей идее видно от тыквы. Там вообще тоже хорошо пришло витамина D3. Но я же не каждый день ем эту тыкву. Такое, послушайте, вот эту язю... У меня платная версия. Калькулятор, да, где мы заносим все калории, где мы ставим сколько процентов нам чего там нужно, настраиваем. Всю эту программу. Чего, сколько. У меня в этом месте поменялись белки практически с углеводами. Вот, то есть белков больше, углеводов чуть меньше, чем в прошлом месяце. Я там паниковала. Ну, я справляюсь. Выпиваю один коктейль, где нужно. С козеином или с протеином, соевым. И, слушайте, вот я на растительном молоке делала, а потом это мне дочь говорит. Мам, ну, вообще не знаю, как на растительном. Это делается обычно на молоке, либо на воде даже. А у меня молоко сырое, и я плохо стала переваривать с годами. Особенно вечером это все. Это у меня бессонная ночь будет. Поэтому я его не пью больше сыром. Но я его никогда сильно молоко не пила. И я вчера, я позавечера сделала на воде. А у меня есть такой сироп той же марки, что и козеин. Ноль калорий. Он как бы сладкий, аморетто. Такой противный, конечно. Вот. Он долго этот вкус потом во рту остановится. Но я переборщила. 12 мл налила. Нужно было хотя бы 5 или 7. Ну, я так линула. Он такой жидкий. И вот эту вот воду, этот сироп и сам козеин размешала. Послушайте, вы знаете, такое... Ну, у меня шейкер, мне Катюша оставила. Этот специальный, который спортивный, который со спирадой внутри. Вот. Прекрасно взбивается. Поэтому я так быстренько раз 25 граммов там и наберу. Этого протеина мне не достающего. Так что вот такая история. И вот я... Мне нужно допить. У меня, наверное, здесь, может, на месяц еще осталось. У меня был большой перерыв. Не принимала коллаген. А здесь такой еще коллаген, смотрите, с гиалуроновой кислотой, с Q10, с витамином С и Е и цинком. Вот. Я посмотрела, витамина Д внутри нет. Ну, слава Богу. Если бы был, я бы не стала их допивать. А почему я их прекратила? Потому что я что-то принимала. И там перекрещивались витамины С. У меня, когда передоз идет витамина С, меня высыпает такое, знаете, подкожное. Особенно вот на лбу. И потом эта вот подкожная сыпь уходит 2-3 недели. Очень долго и очень чешется. Поэтому я теперь всегда внимательно, если я принимаю каких-то 2 или 3 там, допустим, дополнительных каких-то этих вот БАДов, я обязательно осмотрю состав, чтобы не перекрещивались дозы этих витаминов. Чтобы, как говорится, самой себе не навредить. Ну, я сижу, пью кофеек. Сейчас пойду, знаете, что займусь. Марис собрался ехать за навозом, я уже сказала, да? А я хочу сделать гранула. Гранула на завтраке. Это вот там из хлопьев всяких разных. Но у меня большого выбора нет. У меня есть только овсяные хлопья. И, по-моему, эти то ли спинтовые, то ли полбяные я купила. У нас нет выбора там таких вот гречневых там каких-то. Но зато у меня есть смесь 5 злаков. И там вот есть ячменные. Они перемешанные ячменные. Потом полбяных там, кстати, нет. Поэтому я их и докупила. Ячменные. Пшеничные. Ржаные. Короче, там каких-то 5. Вот, посмотрите на мой ужасный город. Тем не менее, смотрите, клубнищик. Цветет. Я вчера эту закваску, когда выливала, я развела и пролила клубничку. Вот. Клубника еще у нас будет, смотрите. Вот это вот хорошо разрастет. Ну, цветет так себе. Но его нужно обязательно поливать. Он не в земле. Это такое, видите, красивое такое растение. Оно вечно зеленое. Надеюсь, что оно мне не замерзнет. Оно там выдерживает до минус 5. Я уже Марису сказала на этой неделе, когда у него будет свободное время, чтобы он мне уже начинал все вот эти большие горшки в пеларгонию увозить. Туда, к теплице. Я их там буду чистить. Чистить я их буду просто обрезать под корень, да и все. Вот. Ну, что вот они отстояли? Ну, цветли чуть-чуть. Вы такие страшные все. Не знаю, оставлю я их или нет. Девочки, буду выбрасывать пеларгонию половину, потому что я не могу больше. Они не цветут, они страдают от этой жары. У меня нет возможности их держать где-то там в галерее или еще где. Посмотрите, какая яркая клумба. И вон у меня тут еще и лаванды перецветают. Красиво, да, смотрится шалфей с этой гуарой. А вот где же у меня тут была эта гуара моя, которые листики такие цветные. Ну, она, наверное, погибла. Хотя здесь поливалась постоянно, постоянно. Может вылезет весной следующий. Вот. Не перецвел у меня тысячелистник мой этот голд. Обычно он перецветает. Вот я срезала цветочки, когда композицию сделала, и все. Так и наборы, посмотрите, какие серебринки прекрасные. Так, а кто тут мне копался? Ну, гляньте вы на них. Вообще, эти коты надоели. Хоть и котов у нас ума мало. Кошка наша, слушайте, скучает. Она не с этими котами, которые остались, не дружит. А рыжий же наш уехал, все, брос у нас. Предатель такой. Ну, часто мужчины так поступают. Уезжают от нас. Так, что-то тут у меня подвяло. Значит, нужно полить. Дождей нету. Смотрите, какая у меня страшная роза стала. Леонардо да Винчи. Что-то лист весь потеряла сама по себе. Я ее обрежу в этом году. Вот. Мы ее когда покупали, она была такая, полуплетистая. Они говорили, ну, посмотрите, какие-то старые ветки. Я уже хотела весной их обрезать, но опоздала. Уже все в листочках было. Я пожалела. Вот. Поэтому сад нужно начинать чистить. Боже мой, он такой страшненький у меня. Вот. А это, вот смотрите, вот я засовываю эти свои шалфеи. Вот так вот в горшки с розами. Они очень хорошо. Смотрите, как здесь хорошо взялся. Вот. А потом откапываю и буду пересаживать это. Самое главное, чтобы вот они в течение... Вот я почему в горшки здесь и присаживаю? Потому что просто невозможно уследить для полива потом. А их нужно поливать. Вот они, когда корешок дадут, их нужно поливать. Ну, здесь тоже лес лесной называется. Ужасный. Смотри, все у меня вон там, улиток вон дофигища. Ой, вообще ужас. Как на это все число. Смотрите, какие серебриночки хорошенькие. Красавицы такие. Эх. Не было у меня в том году, подсеялись сами. Ну, пускай цветут. Ничего на этом месте не растет все равно. Страшный, страшный, страшный мой сад. Но все равно такой любимый. На беду красоту будет хорошо. Ну, вот розы, конечно, в следующем году. Розы погибают одна за одной. Ну, вот. И мой этот красивый климатист, который в Московской области у моей Леночки цветет прекрасно, вообще никакой. Просто я его уже... Я его вообще уже и не вижу. Ну, я его, конечно, резану. Корень не пропадет. А вот там, который... Этот... Монтана. Там будет получше. Тоже везде порядок нужен. Он пойдет на эту... На загородь. Чего-то он там весь попадал у меня. Да, они же листья теряют. Эти климатисты. Поэтому здесь вон тоже все... Ой, вообще ужасно, ужасно, при ужасно. Даже вот стыдно показывать. Ну, знаете, я говорю, мне стыдно показывать. На самом деле, мне ничего не стыдно. Я показываю так, как есть. Смотрите, все в паутине у меня. Это ужасно. У нас сейчас начался сезон паутины. Этот вот климатист, вот это, что я вам рассказывала по весне. Я его два года держала под горшком корень. Ну, думала, он там уже погиб. Но он мне мешает здесь. И цветет. Вот он опять в этом году цвел только одним цветком. Я вытащила. Забрала эти горшки. Они нужны были. С матью он весной лезет. Но уже когда он полез, я, конечно, уже не стала его убирать. А вот это вот сезон этот, он потерял листву сам по себе очень давно. Тоже я, наверное, все розы в этом году просто. Я их все повырезаю. Оставлю там по 15-20 сантиметров. Пускай заново нарастают. Вот. Все пропадает. Жасмин мой этот, вообще у меня сердце болит. И вот я его не забываю никогда поливать. Но посмотрите, какой он стал некрасивый. Вот. Так что показала вам немножко. Так надо пойти тот горшочек полить. А то там вот груши как бы завяриваю. Ну вот начали они, видите, вот немножечко. И потом можно будет посушить. Ну что-то они долго у меня подозревают. Ну вот это вот надо выбрасывать. Вот такие дела, друзья мои. Так что работы много, работать некогда. Особенно сейчас, когда я считаю все свои рецепты. Это вообще жесть. Я своим подружкам говорю, девочки, я бы вам порекомендовала. Но я сразу предупреждаю, что на это нужно столько времени. Вот я вот как-то работаю, да, пенсионерка. Слушайте, достали в этой группе уже девочки мне. Я уже второй раз им отвечаю. Ну вот они решили, что они уже в 60 лет, а там, ну в 60 лет это уже пожилые люди. Я говорю, девочки, ну некрасивые, ну какие мы пожилые? Я говорю, ну я даже не знаю, как подобрать к нам слова пожилой человек. Но я себя пожилым человеком не чувствую. Не знаю. И я сопротивляюсь. И я не хочу, чтобы в нашем как бы лексиконе вот это все. Я старая там уже, там все. Мы старики, нам уже ничего не надо. Нам уже только платочки, тапочки на ноги и все, и ходить. Слушайте, мы еще гайцаем тут, как эти, как молодые газели. Какие мы тут пожилые. Так вот я все спорю. Хоть у самой уже ноги, руки не двигаются, а все равно я говорю, нет, я не пожилая. И все. Ну 75 лет у нас в Европе официально признано, что люди пожилого возраста начинаются с 75 лет. И меня это устраивает. А потом, девочка, знаете, что можно быть и стариком и в 40 лет, понимаете, в своей голове. Вот. Поэтому, ну каждому свое. Я лично не хочу, чтобы меня кто-то назвал старухой или пожилой. Мне бы это не понравилось. Вот эти вот, смотрите, видите, все сожженное улиткой. Даже не знаю, что тут оставлять. А очень люблю этот сорт. Все пропадало, что-то и мои предели, мои фуксии. Ай, это жира, конечно. Но зато, посмотрите, лаванда. Неплохо. Вот я ее срезала, лавандочка неплохо отошла. Но опять же, она такая красавица. Она сейчас начнет у меня в теплице цвести. Хотя ее можно не назначить в теплицу, но вот этот сорт, он такой достаточно теплолюбивый. Вот. Здесь пропала у меня лаванда. Два горшка, что мы купили, тоже два горшка пропало. Зато он какой-то цветочек. Синеглазка цветет. Это дикое что-то. Но я уже не трогаю, пускай хоть оно закрывает. О, такие дела. Вот этот куст будет красивый, наш Нандина. Видите, сколько новых ягодочек будет. Какие гроздья. Тут вот еще я не обрезала. Когда обрезала, они еще были ягодки. Ну, все, мои хорошие. А, смотрите. Я собирала айбу опять гнилую. Одна была вот такая вот большая, половину гнилая. Думаю, перенесу ее и обрежу. Так она внутри там вся такое. Все съеденное. Вот эти все точечки, это уже значит, что она покоцанная внутри. Смотрите, что у меня осталось. Это огромные айвы. Айвы. Короче, не знаю. Нету толку с этой айвой. Она больная. И все, хоть ты плачешь. Что хочешь, то и делай. Ничего не получается. Так, мои дорогие. Сейчас мы с вами будем делать на завтраке вот такое вот грануло. Называется грануло А. Она у вас тоже точно так же забьется. Вот, я уже тут час отвешиваю. Слушайте, это, конечно, жесть. Вот эти все отвесы. Короче, нам нужно 280 граммов смеси всяких, как их, флаконов, флаконов. Ну что, флаконы, флаконы чего? Авуаны. Так, подождите. Овсянка здесь у меня смеси. Пять всяких разных там ячмени, рожь. Что там еще есть, я вот никак не могу запомнить. Короче, всякие. И потом здесь есть и Петра. Это у нас полба. Вот. Дальше пять столовых ложек. Вот я так промолола. Что-то я как-то аж заикаюсь. Слушайте, вносила сразу я в калькулятор все эти калорийности по граммам. Это жесть. Значит, лен пробиваем чуть-чуть в кофемолке. Вот. И заливаем пятью столовыми ложками воды обычной, чтобы вот он как бы немножечко набух. Чтобы потом он, ну как, не забрал в себя всю влажность, которая у нас еще будет в виде меда у меня будет подсластитель. Короче. Девочки, это будет очень калорийно. Я вообще даже не знаю. Я вот я делаю... Я не буду еще добавлять шоколад, потому что здесь и так всего много. Лучше, если мне надо будет. Я потом уже готовлю. Ну вот, отсыплю себе этого. И потом уже добавлю отдельно там этого немножко шоколада тертого или пудры какао. Ну посмотрим, что я там буду, с чего я там не буду добавлять. Вот. Я как просчитала тут, что нужно, все, мне уже плохо стало. Вот. У нас продают, конечно, это все в готовом виде. Достаточно дорого. Тоже очень калорийно. Поэтому я решила сделать дома, чтобы у меня не было никаких там посторонних добавок. Здесь у меня 180 граммов. 170 граммов разных орехов. Вот у меня в пачке был миндаль, фундук. Потом это кешью и еще какой-то, я не знаю, как он называется. Короче, смесь была в пакетике. Вот я ее тоже чуть-чуть перемолола, чтобы она в пудру не превратилась. Можно, наверное, в пудру, но пишут, что немножечко перемолоть. Вот что-то перемололось, что-то не перемололось. Вот такая вот у меня смесь орешков. Посмотрите. Вот видите, что там. Дальше. Я немножечко нарезала. Здесь 50 граммов у меня черного изюма. Я его промыла. Вот. И здесь у меня 50 граммов внизу там вишня сушеная или клюква. Крамбурри. И здесь у меня сколько граммов? 80 граммов фиников. Короче, я вообще боюсь даже смотеть на калорийность. Значит так, то, что у нас сухофрукты, мы их обжаривать не будем. Мы их будем добавлять, когда мы вот это все обжарим в духовке. Ставим в холодную духовку. Я потом сейчас вам расскажу. 150 градусов ставим и смотрим минут 10, смотрим, помешиваем, чтобы они не сгорели. Короче, они должны у нас немножечко подкоптиться. Потом эту всю красоту добавим. И дадим остыть. И потом добавим все вот эти сухофрукты и перемешаем. И складем в баночку. Значит так. Подсластитель. Можно сахар любой, который вы хотите. Ну и желательно, чтобы он был какой-то там из приличных, да? Вот. У меня будет сегодня мед. Мед акации. Мед акации, сразу вам говорю. Я об этом очень давно знаю. Я его под эту тему специально покупала. Три. Четыре. Пять. Все, хватит. Он, у него гликемический индекс в два раза меньше, это точно, обычного меда. Сюда же нам нужно добавить 2 столовых ложки кокосового масла растопленного. Я даже хочу масло. Добавляем чайную ложечку экстрата ванили. Кто не любит, можно их добавлять. Вот. И нам нужно добавить приправы. Я буду брать сразу приправы, вот эти пряничные. Ну, где-то тоже чайную ложечку. Как насыпать чайную ложечку, не знаю. Аккуратно. Можно добавить просто одну корицу. Немножечко мускатного ореха. И вот так как они очень концентрированные, я только вот эту вот маленькую ложечку добавлю. И все, и хватит. Иначе будет все перебивать, перебивать на свете. Вот. Чайная ложка соли. Соли такой вот, не совсем мелкая, которая вот я называю флёр. Флёр дусель, которая такая вот крупненькая. Ну, возьмите морскую соль хорошего качества. Розовую соль возьмите. Вот. Чтобы она не была обработанная. Раз уж мы уже делаем такое дома. Слушайте, я вообще в шоке. Мёда, с вами разговаривала, не отмерила мёд. Короче, пришлось перемеривать с этой же ложкой столовой. Отдельно 85 граммов мёда сразу получилось. Ну, вот этот вот он низкоуглеводный, мёд акации, ещё есть какой-то. Послушайте, какой же ещё есть низкоуглеводный? Я не помню. Ну, где-то я читала ещё какой-то низкоуглеводный. Но я такого нигде не видела. Помню, ещё так, ещё в голове так перебрала. Где бы я могла такое увидеть? Сюда можно добавлять ещё кокосовую стружку. Но такую, знаете, как вот не просто вот этот мелкая, да, такая, что вот мы выпекаем. А есть такими слайсами. Вот такая вот, как вот миндальный орех есть такой вот слайсами. Вот такой, чтобы он чувствовался. Но у меня есть только стружка кокосовая, поэтому я не буду добавлять. Потому что здесь и так вот уже масла мы добавили кокосового. Этого хватит. Вот. Принцип такой. Сейчас мы это зажариваем аккуратненько на 150 градусов. Минут 15-20. Смотрим, надо помешивать за это время. Вот. И потом достаём из духовки. И добавляем наши нарезанные сухофрукты. Всё, что у вас есть там, можно туда и... А что они пишут, что можно туда добавить? И всё, чтобы сушёное было. И манго, и бананы, и яблоки сухие, и инжир. Кстати, вот у меня инжир есть. Вот. Потом это добавили мы... А мне, как я не добавила, сейчас ещё посправили рецепт. Не добавила финики. Вот. Чернослив можно добавлять. Ну вот, у меня только вот три вида сегодня будет добавлено сюда всего. Хорошенечко перемешиваем, чтобы оно всё как бы... И потом вот эти вот гранулы вы можете делать сами. Вот. На основе отсяных хлопьев. Вот. Видите, всё вспомнила. И хлопья, как называются. Тоже всё прямо у меня за головой там всё выскочило. От расстройства, насколько это будет у меня калорийно. И вот у меня есть в книге рецепт, но я делаю... Я делаю с одного сайта. Вот. Это такая как бы база. А потом туда можно добавлять всё, что хотите. И кунжуты. И там, допустим... Что у нас? Вот какие вы любите там семена, да? И семечки там, допустим, тыквы. И подсолнух очень хорошо сюда добавлять. Тоже будет вкусно. Но вы всё думайте сразу, что здесь уже столько орехов, что если мы туда ещё и подсолнух, и семечки льна, и всего добавим, то, короче, там, ну, 20 граммов, если нам можно будет утром съесть. Мы там перекроем все и углеводы, и жиры, и всё на свете. Только там за 20 граммов. А хочется всё-таки позавтракать, чтобы оно... Вот. Всё. Сейчас будем выкладывать. Так. Выкладываем это всё на наш противень. У меня, видите, у меня там дыр. Дырочками. Моя вот эта. Сейчас я помыла дыр надо, потому что не хочет она выкладываться ровненько. Значит, у нас есть такая немножко липкая. Сейчас начну засыпать. Она у меня посыплется мимо. Вот. Каждый пишет по-разному. Кто-то пишет в горячую духовку. Но мне вот больше тоже вариант понравился, как бы, осмысленная в холодную. Пока духовка будет греться, они уже начнут прогреваться, эти зёрнышки наши. Видите, кое-где у меня прям миндаль остался целый. Ну, что сделать? Может быть, я неправильно поняла, и, может быть, их надо перемалывать было. Всё-таки в муку, слушайте, смотрите, как много. А в книжке это гранула. Там надо делать полрецепта. Там вообще... Здесь только 270 граммов у меня вот этих всяких хлопьев, да, а там вообще получается 400, плюс 250 орехов, плюс там 250, по-моему, всякого изюма. Там получится пол ведра этих гранулат. Вот. А как ни крути, их же нужно куда-то... Посмотрите, сколько много получается. Я вот покупала в пакетике, там по 350 граммов. Так тоже ешь, ешь. Ты ж не съешь их сразу 200-300 граммов на утро. Это же там будет столько калорий, что, мама, не горюй. Страшно подумать. Я вот когда всё это смешаю, взвешиваю, и потом скажу вам, сколько там калорий получится на 100 граммов. Но мне кажется, это вообще будет несъедобно. В смысле несъедобно. Это будет очень вкусно, но мне кажется, надо было выкладывать на более большой разнос, потому что будет это... плохо будет поджариваться. Сейчас я подумаю. Девочки, я решила переложить в этот противень немножечко побольше. Вы знаете, почему? Потому что начну перемешивать в духовке, и они у меня это... начнут там высыпаться в духовку и так далее. Меня это начнет бесить. Вот бумагу потом просто вытащу потом. Вот всё-таки здесь им будет как бы попросорнее, правда же? Всё, ставим в духовочку, 150 градусов. Боже, это кто что-то съест? Я вообще не знаю, куда я это съем. Я так медленно ем все эти хлопья. А тут прямо это... Главное, чтобы оно прошло каким-то образом. Сейчас высчитаю. А, нет, не высчитаю. Мне же надо будет взвесить, сколько их получится в этом в готовом виде вместе с орехами и с этими сухофруктами. Вот, посмотрите, какие они красивые. В полчасика я их поджаривала. Помешивала раза 4-5 тоже. Смотрите, какие они красавцы. Сейчас это всё остынет, только потом будем добавлять сухофрукты. Девочка, я попробовала, он так чуть-чуть, он сладкий, конечно. Можно просто добавлять потом сахар, какой хотите. Вот, например, сахар такой. Но я посмотрела вот на эту порцию. 3400 калорий. Поэтому они будут, конечно, очень калорийные. Поэтому всё, что нам нужно будет, добавляем потом уже в наш этот боль. Остывают, потом буду добавлять. Что у меня там нарезано? Морис говорит, ты что торт печёшь? Я говорю, нет, мой дорогой, торт не могу пока. Посмотрите, какие они красивые. В полчасика я их поджаривала. Помешивала раза 4-5 тоже. Смотрите, какие они красавцы. Сейчас это всё остынет, только потом будем добавлять сухофрукты. Девочка, я попробовала, он так чуть-чуть, он сладкий, конечно. Можно просто добавлять потом сахар, какой хотите. Вот, например, сахар такой. Но я посмотрела вот на эту порцию. 3400 калорий. Поэтому они будут, конечно, очень калорийные. Поэтому всё, что нам нужно будет, добавляем потом уже в наш этот боль. Остывают, потом буду добавлять. Что у меня там нарезано? Морис говорит, ты что торт печёшь? Я говорю, нет, мой дорогой, торт не могу пока. Девочка, посмотрите. У меня они остыли, мои. Зернышки замечательные. Сейчас я перемешаю. Количество туда можно ещё. У меня ещё есть абрикосы. Вот, ну нет, не буду добавлять, потому что и так уже 3400 с чем-то калорий. Так, мне нужно взвешивать вот это всё, чтобы уже узнать, сколько там на 100 грамм. А то мне уже аж плохо. Девочки, 4 калории и 100 граммов. Ой, 1 грамм. То есть 100 грамм будет где-то 400 калорий. Хорошо, что я не добавила больше там шоколада и всё такое. Буду смотреть, как... Но это не точно 4 калории, потому что она же не показывает там 3,8, 3,1, 3,2. Вот. Завтра буду делать, и завтра посмотрю, сколько она мне даст. Рекомендуемая доза 30-35 граммов. Так, девчонки, посмотрите. Моя прекрасная гранула. Смотрите, вот завтра вот я буду это есть. Смотрите, какие баночки, так красиво всё. Ну, я обожаю, обожаю это всё. Я обожаю. Ну вот, если делать без камеры, самой себе, конечно, минут за 40 я справлюсь. А так, конечно, очень долго, мои дорогие. Вот чем я жертвую для вас. Так, доброе утро всем моим подписчикам, особенно моим девочкам, которые, возможно, худеют вместе со мной. Сейчас я начинаю мой завтрак. Он у меня сегодня очень калорийный. Там 400 с лишним калорий, но ничего страшного, у меня обед будет лёгкий. И ужин. Смотрите, я начинаю сейчас так, как бы мне не набатить, тут не хочу разливать. Это не оно, я масло вам его уже показывала. Вот эта вот ложечка, ровно 1 грамм. Поэтому я её с утра выпиваю. Мерзость, конечно. Это вообще-то самое отвратительное масло, которое есть. Но ещё очень горькое масло чёрного тмина, чёрного кунжута. Тоже это не горькое, оно такое горьковатое и с привкусом рыбьего жира, знаете, такое с детства. Но невкусно, короче, оно. Хорошо масса переваривается с кисломолочными продуктами. Это у меня, девочки, актимейль. Я вам тоже, наверное, показывала быстрее всего. Он у меня 0%. Здесь живые бифидобактерии. Я принимаю сейчас, я говорю, принимаю. утром. Потому что реально у меня проблемы с пищеварением небольшие, но всё-таки есть. Перестраивание питания, оно тоже даёт свои не всегда хорошие эффекты, скажем так. Так, это банан. Сегодня я буду... Вот сейчас у меня это банан, это источник углеводов. В нём углеводов это просто какая-то крыша. А я думала, банан, он питательный, он там кто-то... Ну, углеводы нам с утра нужны для нашей энергии, всё такое. Вот я сюда выйду свой актимейль, оставшийся. Это всё у меня будет посыпано. Гранула, который я вот вчера делала. Поэтому у меня получается такой питательный сегодня углеводный завтрак. Но банан, потому что его нужно было съесть. Вот они начали чернеть, Марис не успевает есть. Я ем бананы, знаете, так, по желанию. И сюда я буду сейчас добавлять свой йогурт вот этой вот по исландской методике. Это скир. Тоже много раз показывала. Это протеиновый обезжиренный йогурт. Он такой вот густой, смотрите, как сметанка. Я его использую абсолютно везде. Я его использую и вот вместо сметаны в супы. И я себе, послушайте, записала 150 граммов в дневник. Ну, конечно же, я столько не буду добавлять. Это будет очень много. Ой, капнула. Вот 100 граммов. И будет мне достаточно. Потому что я еще буду добавлять протеин в пудре, соевый протеин. Так, 100 грамм. Слушайте, у меня этот работает робот мой, ползает тут рядом со мной. Спасибо, что он у меня есть, иначе я вообще не знаю, куда бы я эти все уборки еще делала. У меня машина белья стирается. Сегодня ни с того ни сего, вроде как, дождик обещали небольшой. Ну, может, успеет там подсохнуть. Вот, размешали. Сейчас я сюда добавлю 15 граммов протеина. Вот, норма протеина. Так, ну, вот как в порошке они дают. Она где-то идет 30 граммов, но я 30 граммов никогда не добавляю. Добавляю 10 граммов, 15 граммов. Этого достаточно. Лично мне так 18 граммов не хочу. Ну, ладно, 17. Опять, нет, все-таки 18. Ладно. Так, моя хорошая, размешала. И теперь мне осталось добавить только наших прекрасных вкусненьких грамм, которые должны быть хрустящими. Вот я их первый раз буду есть. Я себе записала 35 граммов в дневник, но не знаю, сколько там у меня получится. Я бы еще хотела несколько ягодок красиво выложить. Так, 20. Ну, наверное, 30 граммов мне и хватит. Вот. Смотрите, какая красота у нас уже получается. Так, 30 граммов. Вот у меня на заморозке вот вишенка была, я вишенку добавила. Все, я буду лакомиться. Так, девчонки, послушайте, хочу вам показать, забыла же показать. Я вот позавчера достала часть моего кефирного грибка, он у меня на заморозке был, а молока жирного нет, только полужирное, марисовское. Ну, вы знаете, он встал. Я его встречала в водичке, просто растаял он у меня там. Потом я налила этого молока, вот он сутки стоял, взялся, я помешивала его там немножко. А вчера, ну, вот этот вот первый, девичка, кефир не рекомендуют пить, все-таки он тоже там отдыхал, знаете, как-то. Я делала вчера маску для лица, замечательно. Это вот, сегодня буду сидеть еще на это. Смотрите, вот я вчера вечером залила, и смотрите, так, ой, как вам показать поближе? Вы видите, как он хорошо встал, даже на полужирном молоке. Поэтому я уже сегодня, вот я его сегодня процежу, я с сегодняшнего дня уже залью немножко большую порцию, если есть молоко. Я же не думала, что я буду кефир это ставить. Если будут браться на полужирном молоке, то будут делать и на полужирном молоке. Сделаю там, когда-то на жирном, потом на полужирном, потому что вот он же потом, ну, кефир становится очень жирный, когда вот, смотря как, все зависит от молока, будут твороги свои опять делать. Сейчас у меня времени чуть-чуть побольше, можно сказать так. Вот так что, девочки, я опять в кефирах. Так, всем доброе утро, мои хорошие. Сейчас я буду быстренько замешивать вафли. У меня есть рецепт низкоуглеводных вафлей. Так, это я, ой, это я включаю это, вафельницу. Послушайте, девочки, у меня есть рецепт, я бы взяла в интернете, на сайте низкоуглеводного питания. Вот, во Франции это очень-очень развито. Я, естественно, сейчас буду все переделывать под себя, немножко экспериментировать. Смотрите, здесь в рецепте ячменная мука. А я, 100 граммов. А я ячменную муку возьму только 50 граммов и возьму 30 граммов кокосовой муки и 20 граммов протеина соевого. Вот, чтобы немножечко сейчас, и потом все это я сейчас внесу в журнал. Так, надо включить. и посчитаю потом, сколько будут мои вафельки. Ну, вы уже знаете, да, я вам уже показывала много раз, что как считать. Вот, раз вам это не нужно, девочки, вот, когда вы начнете худеть-худеть, тогда мы к вам и поговорим более серьезно. так, сейчас я добавлю кокосовую муку, она у меня готовая, так, я не сбросила это, ну, хотя, в принципе, так, будет все. 35 граммов кокосовой муки, и вот грамм 20 протеина. Вот, протеина можно заменять муку, тогда у нас будут, наша выпечка будет более протеиновой, знаете, как вот, протеиновые там всякие эти батончики, все такое, вот, он не чувствуется в выпечке, вот, переборщать его, конечно, не нужно, так, 21 грамм у меня, 21, я себе помечаю, чтобы потом все внести в дневник. Сюда же нам нужно добавить 50 граммов клетчатки овсяной, вот, что тоже сразу делает, повесными наши изделия, 50 граммов дневника, это же, это много, ну, ладно, будет большой этот, я сейчас, знаете, что сделаю, я, может быть, включу духовку, сделаю одну в духовке в вакунице, у меня есть, остальные выпеку, чтобы быстро съесть, так, нам нужно сюда добавить чего-нибудь сладенького, можно добавлять что угодно, я сегодня добавлю стевию, чайную ложечку, может быть, и много, вот, 3 грамма, все, не буду больше добавлять, обратно высыплю, так, 3 грамма, я добавлю сюда пакетик ванильного сахара, из ванили, бурбона, 7 справедных граммов у меня здесь получится, и нужно добавить, сколько они, чайную ложку экстрата ванили, у меня ваниль в такой вот бутылочке, чайная ложечка, это будет 5 граммов, прекрасно, все, теперь добавляем яйцо и жидкость, так, я еще добавлю пол чайной ложки разрыхлителя, вот, где-то 2 грамма у меня оно получилось, щепотку соли, я всегда добавляю соль в выпечку, причем крупную, не мелкую, а крупную, все, мои хорошие, можно было ванили добавлять, размешать, перед тем, как добавлять жидкие ингредиенты, ну, вот я лоханулась, потому что на камеру это совсем по-другому все идет, то висы забудешь сбросить, то еще чего-нибудь, и потом у нас идут ошибки в подсчетах, так, теперь нам нужно добавить 200 граммов растительного молока, у меня будет кокосовая, так, не 100, а 200, потому что вы же видите, сколько у нас тут муки, 21 калория в 100 граммов, послушайте, я добавлю пока 170, и посмотрю, мне кажется, будет жидковато, и одно яйцо, разбиваем яйцо, опля, и размешиваем все это, девочки, вот заметили вот эту методику, здесь в Европе сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом добавляют жидкость, а вот, я же помню, я в молвести, когда учила всякие, там, вины, печь, и все такое, видите, мне кажется, что оно и жидковато, ну, конечно, сейчас набухнет мука, нужно оставить минут на пять, набутнуть муку, и попробовать на сахар, если кого-то мало добавить, там, или сиропа агавы, или меда, или какого-то вашего сахара, там, кокосового, обычного, как хотите, вот, и сейчас будем выпекать, послушайте, у меня тут даже, мне кажется, уже перегрелась моя вафельница, пока я тут ковырялась, вот, мука наша набухла, выкладываем, наляпала уже, как же, сразу же, оп-ля, послушайте, вот, типа, читала я про эти, там, много рецептов, с кокосовой мукой, вот, одна девочка, там, она делала с творогом, и у нее спрашивают, мол, типа, у вас, это, прилипают вафли, она говорит, ой, у меня нет, у меня хорошие вафли, и формы держат, а вторая пишет, не знаю, мои все рецепты, с кокосовой мукой, может быть, они вообще, только одну кокосовую муку, выкладывали, мол, типа, все, прилипают, невозможно снять, поэтому я взяла, и прям граммочкой масла кокосового, смазала, на всякий случай, форму, хотя она, вот, у меня уже, как бы, ну, вы видели, я в ней вообще не смазываю форму, так, мне бы хотелось, их сделать такими, пышными, так, послушайте, выложила, на 4 вафли, может быть, сейчас вытечет, не знаю, посмотрим, как посмотришь на картинку, ой, горячая, такие там у всех уже эти, толстые, ровненькие, ровненькие вафельки, у меня такие не получаются, так, послушайте, какие красивые у меня вафельки получаются, посмотрите, да и мяты такие, пахнет вкусненько мне, ой, так что хорошо, я думаю, они снимутся хорошо, красотенькая, какая все-таки у нас получилась, правда же, вот, все, девочки, сейчас я складываю всю свою муку, и чем я буду есть, быстрее всего с аскиром, и разомну несколько ягодок, потому что у меня как-то больше ничего и нет, девочки, я думаю, что мои вафли уже готовы, девочки, мальчики, кто хочет готовить по моим рецептам, низкоуглеводные рецепты, пожалуйста, мальчики, готовьте тоже, мужчинам тоже нужно соблюдать режим питания, но вот мне кажется, что эта сторона, вот, которая вот эта нижняя, она лучше поджаривается, поэтому, знаете, я еще пару минуточек, их подкопчу, подсушу, скажем так, так-с, так, мои хорошие, вафельки мои готовы, посмотрите, какая красотища, сейчас их нужно обязательно выложить на решеточку, чтобы они немножечко остыли, подсушились, ну, кто нетерпеливый, тот, конечно, может сразу кушать, вот, но мне их сначала нужно взвешить, прежде чем есть, все, короче, мы молодцы, справились на 5, ну, может с минусом, но все равно на пятерочку, видите, у меня их получилось 288 граммов, я вот так вот их буду заносить в журнал, и высчитывать, сколько потом по вафельке, ну, вот, три вафельки, которые у меня остались, я просто в холодильник, в морозильник сейчас кладу, по одной буду доставать, они такие достаточно, такие тяжелые по калориям, вот, 173 калории одна вафля, но она тоже там, они все у меня по 70-72 грамма, поэтому очень хорошо, вот, слушайте, у меня кошка играет с мышкой, там, смотрите, вон мышка бегает, так жалко мышку, но я же не могу кричать сейчас на кошку, что она словила мышку, так, не видно за рубашкой, за марисовской, ничего, вон она под столом, под столом она с ней играется, а где стол, вот, видите, бедненькая мышечка, а эта носится, смотрите, как она, она ее ловит вообще за два раза, бедная мышечка, ну, ладно, девочки, я не могу, ну, что ж, я буду кошку наказывать, что она мышку словила, вот у нас Мэг, вот, смотрите, она с ней в зубах, вон она еще заиграет, ну, благо, она их не ест еще, а вот эта наша звезда, посмотрите, пленительное счастье, которая в Мэге, ночевалась сегодня в своей комнате там, мы поняли, почему, у нас муха вчера одна залетела, она не переносит мух, не переносит, она прям нервничает, и вчера, не за что, три раза мы ее загоняли домой, и три раза она не зашла, ночевала у себя там, смотрите, зараза малая, балдеет, ну, вот, кто-то говорил, что я кошку вам не показываю, вот показываю, сейчас начнется писать, ой, жалко мышку, зачем тебе я ладала, есть не играться, девочка, это природа, а что я буду делать, вот, допустим, птичек мы у нее отбираем, когда она птичку вот ловит, то, конечно, мы у нее отбираем и это, и спасаем этих еще, как их называют, саламандр, саламандр тоже ловит, хвост им он грызает, зараза такая, вот, смотрите, видите, она на ней полежала, отдохнула на ней, сама, бедная мышечка, уже чуть двигается, конечно, ну, что сделаешь, девочки, как добраться, протеин, белки, в дозу дневную, берем протеин, у меня он без вкуса, обычную воду, она у меня кипяченая, и я добавила 6 граммов, у меня такой сироп, есть амаретто, сейчас покажу, так, ну, вот такой вот марки Больк, 0 калорий, вот, смотрите, 0 калорий, со вкусом амаретто, мне не очень нравится, надо поискать другие, но здесь вот, все ноль, вот, и, да, ну, это наш бар, конечно, просто тупо выпиваем через соломинку, сразу скажу, через соломинку намного проще пить, чем просто его пить со стакана, потому что будут усы, будет вот эта пена на губах оставаться, поэтому быстренько через трубочку, глик-лик-лик, и все готово,